В начале декабря, точнее третьего числа, был Международный день инвалидов. Именно так называется этот, если можно так сказать, праздник. Он призван привлечь внимание общественности к проблемам, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями. А проблем у них много, но если для одних их решение серьезные испытания и стресс, то для других это новый опыт, саморазвитие и бесконечный позитив. Сегодня у нас в гостях житель Барнаула, многим он хорошо знаком, Вячеслав Кригородов, президент Центра некоммерческого партнерства «Алтай-Парус». Здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Рады видеть вас в студии. Взаимно. И когда я произносила ваши регалии, подозревала, что вы именно тот человек, который относится к жизни с позитивом, и решение проблем это далеко не стресс. Ну вот вы знаете, так сложилось, что мне приписывают, назначают оптимизм, позитив. Я себя на самом деле называю больше реалистом. Вот я люблю жизнь такой, какая она есть. Мне кажется, это ближе к реализму, нежели к оптимизму или пессимизму или чему-то еще. Ну, тем не менее, Вячеслав, вот я сейчас сказала, что 3 декабря, если можно так сказать, праздник, опять же очень сомнительно, День инвалида. Вы не любите, когда вас называют инвалидом, и все больше люди с ограниченными возможностями. Даже была в свое время брошюрка, наверное, она опять же существует, для журналистов предназначалась. Как обращаться к людям с тем или иными проблемами. Язык и этикет в общении с людьми с инвалидностью. Что касается вот того, люблю я или не люблю это слово, на самом деле, если честно, мне кажется, что я по-настоящему вот именно этот термин к себе не отношу. Потому что, ну вот, смысловые нагрузки, которые она несет, вообще в переводе с латыни, слабый, бессильный, немощный. Но мне кажется, что это не самая симпатичная штука. Поэтому вообще принято, и мы рекомендуем обращение человек с инвалидностью, люди с инвалидностью, ребенок с инвалидностью, дети с инвалидностью и так далее. То есть вот мы говорим о том, что да, есть этот официальный статус, но этот статус не характеризует себя полностью как личность. Это всего лишь одна из твоих характеристик, твоих особенностей. Вот и все. Поэтому я думаю, что вот само слово, может быть, оно и не так страшно, вот так коннотация, которую оно влечет за собой. Вот те смысловые нагрузки, эмоциональные переживания, те ассоциации, если хотите, которые возникают вот с этим словом, они как раз, если хотите, несколько напрягают. Все же вы особенные люди. Вот в данном случае вы тем более. Вы неоднократно становились героем наших сюжетов, каких-то экспериментов, когда мы говорили о доступности окружающей среды для людей с ограниченными возможностями. Вот что-то сейчас изменилось в положительную сторону в нашем городе, в городе Барнауле, потому что так или иначе проблемы решались, когда мы их обозначили. Да, совершенно верно. Вы знаете, вот что касается вопросов доступной среды, если я вам сейчас скажу, что ничего не меняется, это будет неправда. Если я вам скажу, что все хорошо, тоже неправда. Дело в том, что формирование доступной среды – это комплексный подход. И вся сложность заключается в том, что если вы какой-то из аспектов вот этой самой доступной среды провалили или не учли, то, по сути, все ваши усилия часто сводятся на нет. Почему? Условно говоря, вот у человека с инвалидностью, который передвигается на коляске, есть потребность куда-то выйти. Предположим, вы оборудовали остановки, вы решили вопрос с транспортной доступностью, вы оборудовали входные группы, но выход человека из его собственного дома, в общем, оставляет желать лучшего. И это означает, что вот той самой доступности, которая должна быть, человек по-настоящему не почувствует. Потому что по-настоящему доступная среда, или сейчас мы уже говорим о необходимости формирования универсального дизайна – это ситуация, в которой человек с инвалидностью сам, без посторонней помощи или с минимальной помощью, может себя реализовывать, может, скажем так, развиваться, может двигаться по жизни, по городу и так далее. Но опять же, смотря о какой степени инвалидности мы говорим. И в этом тоже большая сложность, потому что нозологии очень разные, проявления инвалидности очень разные. И чтобы учесть все эти нюансы, это требует, в общем, определенных усилий и знаний, и желания это делать. Но при этом мы должны с вами отметить, что в нашем городе, в городе Барнауле, работа ведется, пусть с не такими большими темпами. Не такими большими темпами, как нам бы всем хотелось. Но постепенно, когда вы посещаете новые издания, все равно понимаете, что, по крайней мере, попытки сформировать вот эту самую доступную среду точно делаются. Вообще, на самом деле, вы знаете, я достаточно много надежд возлагаю на технический прогресс. Вот то, что сегодня происходит, появляются бионические руки, сами, скажем, коляски, которые вот сегодня появляются на рынке, они решают очень много вопросов. То, о чем какое-то время назад еще нельзя было подумать, сегодня это работает, сегодня это применяется. И я думаю, что это очень-очень круто. Ну, мы сейчас, вы, мы не самый простой период в жизни переживаем, пандемия, коронавирус. И вы, да, еще до начала эфира сказали, что интересный период, и для вас это возможность получить что-то новое, новые знания, умения. Не все так думают, что это интересный период для многих людей, это очень сложный период. Вы знаете, я, наверное, это странная мысль, но я считаю, что это действительно, это тяжелый период. Вот это период, к которому никто, никто не был готов на самом деле. Но вот в своей глубине, если посмотреть глобально на то, что происходит, я думаю, что это очень полезно. Потому что вот с точки зрения отдельного человека, это ситуация, в которой ты вынужден отказаться от всего лишнего. Ты вынужден минимизировать все свои контакты, ты вынужден вот все свои дела как-то так структурировать, чтобы понять, а что главное, а что не главное. Вот это как раз то время, когда смыслы, цели должны пройти вот такое сито вот этой ситуацией, вот этой ситуацией, связанной с коронавирусом. И мне кажется, что я прекрасно понимаю, что не все люди психологически, эмоционально, финансово вот с этой ситуацией справляются. Но то, что это время очень полезное, и это время можно и нужно использовать во благо, я в этом абсолютно верю. Хорошо. Расскажите, как вы его используете? Быть может, сейчас кто-то посмотрит и решит последовать совету. Лена, вы знаете, я полагаю, что универсальных рекомендаций быть не может. Но вот к чему нас косвенно призывает коронавирус? На самом деле больше внимания уделять своему ближайшему окружению. Больше быть с теми людьми, которые любят вас и которых любите вы. Больше заниматься собой, своими интересами, своими хобби, своим развитием. То есть когда ваш вектор внимания направлен не вовне, вот внешний мир. Я, как мне кажется, достаточно экстравертированная персона. Я люблю общество, я люблю людей. Но здесь вот ты вынуждена большую часть времени находишься дома. Я на дистанте работаю, и мне это доставляет удовольствие. Потому что ты больше внимания и времени уделяешь своему внутреннему миру. Вот вы сейчас про дистант заговорили. Не для всех, вероятно, эта форма работы подходит. Долгое время вы преподавали. И если сейчас, может быть, не так тесно общаетесь со студентами, можете дать какой-то свой опыт, поделиться им. Вот такая дистанционная работа, она может ли положительно отразиться на знании и умении ребят? Или все же это будет действительно пробел, о котором многие говорят и боятся дистанта? Знаете, в чем дело? Вот еще раз подчеркну, вот это странное, это неопределенное время, это время личной ответственности. Это время личной ответственности, осознанности. И на самом деле, хотим мы это или нет, но нам вот это... Ну где же взять это качество, если вот так неожиданно все случилось? Вот это время нужно как-то принять и прожить. И вот что касается дистанта. Ведь это та форма обучения, в которой большая степень ответственности ложится на самого обучающегося. Я абсолютно не считаю, что это универсально, что это на все времена. Это скорее дополнительная форма образования. Потому что самое главное в образовательном процессе – это взаимодействие преподавателя и студента. Это живое общение, живой контакт людей, которые обмениваются своим опытом. И все дистанционные формы, они в полной мере все-таки не способны передать вот той эмоциональной глубины, интеллектуальной глубины, которой, может быть, хотелось. Вот живая встреча глаз, эмоции – это всегда круче, это всегда интереснее. Но как дополнительная форма. Ведь мы практически вот сейчас все перешли в зум. Это тоже, в общем, своеобразно, интересно. И эти зум-бар-вечеринки, я не знаю. То есть даже так? Даже так, может быть. Вы уже осваивали подобный отдых? Нет, почему нет? Когда мы говорим про бар, это не значит, что нужно обставляться большим количеством алкоголя. Это как раз для иммунитета не очень хорошо, я думаю. А вот если у вас будет, например, зеленый чай или какой-нибудь хороший травяной алтайский чай, ну почему нет? Или же там сок, ну то, что вы любите. То есть сидят дома, вот таким образом можно устроить вечеринку с друзьями. Можно общаться, можно обмениваться новостями. Я понимаю, что это, в общем, не отвечает, наверное, всей той потребности общения. Но в данной ситуации это вполне себе разумно, нормально и приемлемо. Я думаю, что все-таки это пройдет. Знаете, как вот у царя Соломона, по-моему, на кольце было написано. И это пройдет. И вот все, что связано с сегодняшней ситуацией, пройдет. Нужно только постараться сохранить в себе человека и сохранить вот это благоговейное отношение к жизни. Постараться, представляю, это же усилие над собой. А вы не считаете, что вся жизнь это своего рода усилие? Но усилие не в смысле страдания, а в смысле развития. Это нормально. Разве нет? Вот вы у нас президент Центра некоммерческого партнерства Алтай ПАРУС. ПАРУС – это аббревиатура, все верно? Да, совершенно верно, да. Я всегда говорю о том, что это действительно аббревиатура – поддержка, адаптация, реабилитация, уникальность, социализация. Это вот как раз те направления, которые мы развиваем в работе, в работе с молодыми ребятами с инвалидностью. Ну вот каким-то образом из-за пандемии работа вот эта поменяла свой формат? Совершенно точно поменяла, совершенно точно повлияла, потому что некоторые направления мы по совершенно объективным причинам не можем реализовывать. Ну, например, наши традиционные посещения Алтайской краевой клинической детской больницы с командой больничной клоунады. Естественно, мы не можем это делать. Вот наш большой кусок деятельности в последнее время – это развитие игротеки, это настольные психологические игры. В общем, в виртуальном формате это, конечно, практически невозможно. Поэтому сейчас работа, знаете, она носит такой больше проектный, организационно-административный характер, но вот не непосредственно деятельность. Ну вот уже перед нашей встречей рассказывала вам о том, что я все-таки надеюсь, что с весны мы начнем реализацию гранта губернатора в сфере туризма, и мы будем любоваться нашим Алтайским краем. Я в этом даже уверен, что все-таки так будет. А вот эти вот, вот все, что связано с игротекой, о чем я уже сказал, благодаря гранту «Росмолодежи», вот благодаря нашим волонтерам, мы реализуем этот проект уже вот какое-то время. Это очень хорошо работает, очень круто. Я смотрю, что вы так это оптимистично смотрите в будущее, уже назначили для себя весну для реализации проекта. Понимаете, в чем дело? Вот, наверное, весну не так трудно назначить, когда она в душе, несмотря ни на что. Поэтому и назначаю. Какие-то вот строили, я не знаю, так или иначе, или вы, я, мои коллеги думаем, а когда же все это закончится? Ну и думаем, вероятно, где-то в феврале. Да, да, я об этом, я нормальный человек, есть какие-то опасения, есть какие-то, может быть, даже страхи. Это нормально для, понимаете, бояться, опасаться, думать о том, что будет дальше. Это нормально для любого человека. Поэтому если это с нами происходит, это не значит, что что-то не так. Другое дело, что в противовес вот этим страхам вполне может выступать вот ваше внутреннее доверие самому себе и жизни. Ну вот, может быть, это звучит абстрактно, но вот для меня это такая аксиома. Я все равно считаю, что так или иначе все сложится наилучшим для всех нас образом, при всех сложностях, при всей трагичности ситуации даже. Так можно думать, если у тебя не куча детей, семеро по лавкам, кредиты, и еще ты потерял работу, потому что гостиницы закрыты, предположим. Ну, понимаете, в чем дело? Вот еще одна, еще одна, скажем, положительная ситуация, связанная с коронавирусом, это необходимость выстраивать стратегию собственной жизни. Понимаете, в чем дело? Когда вы, вот как бы вы назвали ситуацию? Если у вас 10 детей, там, 2 кредита и ипотека, и вот эту ситуацию, ну, наверное, так деликатно можно назвать финансовой безграмотностью. Ну, я мягко очень говорю, понимаете? Ну, не во всех случаях, так скажем. Бывают совершенно благополучные семьи, когда все продумываешь. Ну, конечно, конечно. Ну, вот в целом, вот эта ситуация, когда нужно посмотреть вообще на стратегию своей жизни. А к чему ты идешь, к чему ты стремишься, чего ты хочешь от себя, чего ты ждешь от своей жизни. Если этого нет, то вообще любая непредвиденная ситуация становится кризисом. Ведь понимаете, в чем дело? Вот что нам показал коронавирус и вся эта ситуация? Это крайне сложно и даже, я скажу, неприятно, наверное, признать собственное бессилие, признать собственную слабость. А все мы оказались в этой ситуации. Что бы мы ни делали, мы понимаем, что мы не можем сделать ничего. Вот эти минимальные, скажем, меры предосторожности, ношения масок – это вот тот минимум, который возможен. И, кстати, даже вот эта ситуация, она тоже как лакмусовая бумажка, на мой взгляд, отражается состояние нашего общества. Потому что, вот знаете, говорят о том, что полезно это, важно, неважно носить маску. Я для себя отвечаю очень просто. Я не знаю, я не вирусолог, нужно ли носить маску. Но даже если на 1% это снизит каким-то образом психологическое напряжение в обществе, людям будет чуть спокойнее, если я буду в маске, я буду эту маску носить. Это и есть социальная ответственность. Когда ты понимаешь, что ты не один, тебя окружают люди, об этом тоже нужно думать. Вот это та ситуация, которая нас учит через вот то, что мы проходим, быть внимательнее друг к другу. Даже через ношение маски проявлять заботу по отношению к другому человеку. Вот мы с вами сидим, к счастью, на хорошем расстоянии, но мы соблюдаем вот эти меры. И мне кажется, что это нужно делать. С вами можно разговаривать часами. С вами тоже. Но, к сожалению, эфирное время подошло к концу, поэтому давайте прощаться. Спасибо за эту позитивную беседу, за то, что нашли время, пришли к нам в студию, не побоялись прийти к нам в студию. Я обещала, что будет все согласно нормам. Да, спасибо вам. Мне всегда очень приятно, приятно быть с вашим творческим коллективом. Ну, а я напомню, что сегодня у нас в гостях был совершенно обычный житель Барнаула Вячеслав Кайгородов, ну, а по совместительству президент Центра некоммерческого партнерства ВОЛТЕ ПАРУС.